Очень важный important update. Вы все знаете про мои марафоны, про которые я 100 раз уже говорю. Ocean Intermediate Advanced, Произношение, Elementary to Intermediate, это ладно. Но у меня еще есть всякие интенсивы. Английская грамматика, взлетай выше Intermediate, говорим по-американски. Английский это самое основное, работа над ошибками. Времена очень хорошие, большой-большой интенсив по лексике. Они очень крутые, но они мне уже надоели. Поэтому мы решили делать полный liquidation nation. Мы их убираем навсегда, закрываем доступ, но до этого мы делаем ликвидацию. Поэтому если вы хотите получить на них доступ супер-супер дешево, потому что оно все-таки ликвидация, я оставлю ссылку в описании. Ну там практически 70% скидки на все. До того, как мы их полностью уберем, мы хотим дать как можно большему количеству людей возможность получить к ним доступ и пройти их. Но не затягивайте, потому что я люблю же удалять старые всякие вещи, поэтому... Гарантии нет, что это останется надолго. Ссылка в описании. И мы начинаем этот влог. Эй, оу, типичный рабочий день. Добро пожаловать на новый влог. У меня сейчас будет зум-сессия с моими студентами от Intermedia до Advanced. После этого мне нужно... В общем, сегодня целый день. И я постараюсь вас взять с собой хотя бы на какую-то его часть. Поэтому добро пожаловать на этот влог. По названию вы видите, о чем в этом влоге мы сегодня поговорим. Поэтому давайте это сделаем. И я опять постараюсь как можно больше сделать новогоднего рождественского праздничного вайба, потому что вы меня просили в комментариях. Поехали! Ой, записываю я, значит, песню пару дней назад. И я слышу, пока я записываю, у меня какой-то электрический помех. Электрический помех? Помехи? Электрические помехи. Какой-то электрический шум. И я выключаю запись, слушаю, что я записал. И на записи это тоже есть. И я не понимаю, что происходит. И я выхожу из... Потому что, ну, вы знаете, я записываюсь вот там, в шкафу. Я выхожу и смотрю Чарли. Вот этот вот пес, смотрите. Вот этот вот пес. Он, значит, что делает? Он грызет мой провод от микрофона. Представляете? И там я сейчас вам покажу, потому что я его буду менять. У меня 50-футовый провод вот так вот от моего предусилителя идет вот так вот вдоль той стены и в шкаф. И он там спрятан вот под этим ковром, но не очень хорошо. Поэтому он его нашел. И это первый раз, когда такое вообще происходит. Но я пришлось мне, значит, купить новый провод. В этот раз фиолетовый. А у меня тот был белый. Вот. И мне нужно будет его сейчас поменять. Потому что мне нужно будет сегодня, ну, скорее всего, возможно записывать вокал на песню, которую я... Можно мне говорить или нет? Я сейчас, сейчас, сейчас я закодирую, смотрите. Мне нужно будет записывать, скорее всего, сегодня песню, которая... Вот музыкальная композиция, которая, возможно, будет одним из... Не одним, а именно одним. Окей, сейчас. Есть одна такая азиатская страна, которая расположена на одном острове. И там есть, ну, очень популярный жанр визуального развлечения, который я люблю смотреть тоже. Я знаю, что некоторые из вас тоже. И эта песня будет, так скажем, возможно. Ладно, я перестану пока это... Не создам для себя неприятности. Сейчас-то уже в наше время... В наше время чата с ЖПТ и нейросетей и всякого такого уже не спрячешь ничего ни от кого. Если я раньше чувствовал себя в полной безопасности, делая контент на русском языке от других людей, англоязычных или любых других, сейчас это все можно перевести одним нажатием кнопки и все станет ясно. Поэтому не будем. Хотите вайб? Сейчас я вам сделаю вайб. Первый шаг – отсоединить провод от моего предусилителя. Эти проводные дела, блин, они всегда такие неприятные. У меня отсюда идет два длинных провода. Один для наушников, а другой для микрофона. И вот этот микрофонный. Ювелирная работа, Чарли. Норм, да? Не смотри даже в эту сторону. Окей, воткнул провод в преамп. Что такое преамп? Вот это вот моя штука. Преамп – это предусилитель микрофона, который вставляется непосредственно в звуковую карту. Ну, аудиоинтерфейс, я не люблю это назвать звуковая карта, звучит как-то странно. Вот, и мне нравится иметь предусилитель, и конкретно этот предусилитель, потому что мне нравится звук. Намного больше, как вот из аналогового микрофона. Он конвертирует, ну, это сам аудиоинтерфейс конвертирует звук, но он еще, он добавляет красок вот аналоговых, очень хорошо печатает. Я называю печатать, когда аналоговый сигнал печатается в компьютер, да? В цифровой. Да, если кому-то было интересно, никто меня не спросил. Я чувствую себя, как папа какой-то из американского фильма, рождественского, который полез на крышу этот, делать гирлянды вешать. Я помню, когда я только начинал, и у меня не было вообще, ну, вообще ничего. И я так мечтал о хорошем аудиоинтерфейсе, я так мечтал о хорошем микрофоне. Я просто спал и видел, как я вот это вот, все вот эти провода делаю, потому что я хотел вот оборудовать себе все так, как у меня сейчас. Я так мечтал, я просто спал, блин, и видел. Поэтому о таких моментах очень важно не забывать и напоминать себе. Ну, это небольшой бардак сейчас, конечно. Ну и ладно. Чего ты пришел сюда, я не понял. Иди отсюда. Что ты принес? Пожевать что-то захотелось, да? Как увидел провод, вспомнил. Ностальгия, да? Хей, гугл. Я рецептарм? На веб-сайт californiarecycels.com Они говорят, что если у вас есть пузырь, что вы не используете, то вы используете рецептарм. Отлично. Эта песня вначале была сделана двумя людьми, начиная здесь. Потом третий чувак ее взял и добавил еще свои элементы. И я сейчас еще добавил свои элементы, поэтому мне нужно их отправить в е***ю сейчас. Не совсем новогодняя тема, но, короче, смотрите, у меня сейчас очень хорошо заходят ролики про английский язык, где я в двух ролях объясняю самому себе, типа я забыл слово, я объясняю, как это сказать, и, ну, другой я говорю это слово. И у меня вот на фейсбуке, например, на моей странице сейчас миллион с чем-то, миллион и четыре, миллион и четыре просмотра, вот, на вот таком ролике про Inside Out, типа кофта Inside Out. Я сейчас снял еще четыре новых, и я их сейчас монтирую, я просто хочу вам показать, потому что я никогда не показывал, типа, behind the scenes, как я это делаю. Я делаю вот это все вручную, потому что на телефоне с AI делать субтитры мне, и правильно их форматировать мне дольше, чем я сам это сделаю. Потому что мне тут надо, ну, полезный вокабуляр выделять разными цветами, типа вот оранжевый цвет, это, как я объясняю этот вокабуляр, а само слово или фразу, какая-то, ну, правильная версия, это зеленым цветом. Color coding помогает людям запоминать лучше. Я же все-таки хочу не просто же цель просмотров набрать. Вообще-то надо же, ну, кому-то еще помочь, потому что я хочу, это все-таки, ну, короткий формат видео, вертикальный, и я хочу сделать все, что я могу, чтобы это запоминалось людям нормально. Потому что, ну, это все-таки ценность, я предлагаю, это урок английского языка. Поэтому вот, я сейчас их домонтирую и двигаемся дальше. Ох, как я устал, блин, вот вам новогодний вайб, нету никого даже новогоднего вайба. Попробую я, наверное, сейчас записать и написать за одну сессию эту песню, которая, там, для одной определенной страны, там, кое-какого, там, какого индустрии, там. Сейчас у меня видео экспортируется другое, я уже успел, там, клип кое-какой доделать. Вы не думайте, что я там секретничаю, ничего такого, у меня, у меня выходит, мой первый сингл 2024 года выходит 12 января, и я на него снял уже клип, и он уже готов. И это в первый раз за мою жизнь, когда я заранее, без стресса и без проблем все сделал. Обычно у меня песня выходит 12 января, это значит, я, ну, в лучшем случае, 12 января снимаю клип, всю ночь его монтирую, и там, на следующей неделе, в начале следующей недели, его выкладываю. Но в этот раз я прям заранее подготовился, и это офигенное чувство. Еще плюс, бюджет этого клипа 0 долларов, 0 центов, и это еще приятнее. Но такой клип может сработать только с такой песней. В общем, вы все узнаете, все поймете, 12 января, у меня еще нету ссылки для предзаказа, преддобавления, пресейв у меня нету, еще для предсохранения, вот. Но я думаю, к следующему видео уже будет, потому что я еще, знаете, что не сделал для этой песни? Я еще не сделал Dolby Atmos, с сведения, версию, что я сделаю, скорее всего, сегодня вечером, вот. Но сейчас, я сейчас подожду, пока отэкспортируется этот клип, чтобы у меня компьютер не взорвался, потом открою Pro Tools и буду делать этот трек, вот. Я послушал несколько песен из этого жанра, вот. И сейчас видео почти закончился экспорт. Ну, я готов. Сейчас как сделаю? Будем сейчас тестить новый провод. Только мне нужно войти сейчас в настроение, поэтому нужно переодеться. Все, мы готовы. Чтобы написать хороший, прям, вот в таком жанре припев, мне надо притвориться, как будто я пою на языке, на котором такой жанр был бы, но я на этом языке не говорю, поэтому я сейчас попробую что-то намяукать, сымитировать. Сейчас попробую на английском что-то похожее написать. Смотрите, у меня завтра нет волейбола, потому что новогодние рождественские праздники, поэтому волейбол продолжается только в начале января. Но я вам покажу сейчас фрагменты с прошлой недели, с волейбола. Я хотел снять самые лучшие моменты, сделать нарезку, но их не было. Вот, на прошлой неделе я как-то не очень играл. Вот, на позапрошлой неделе я играл очень круто, и никто это не снимал. Волейбол! 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 КОНЕЦ 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 Все, значит, я доделал вот эту вот песню, над которой мы работали в этом влоге. Спросить, что все супер секретно. Я даже не могу вам показать полностью и рассказать, что это. Но я могу вам включить небольшой фрагмент в начале. Вот эту песню только так можно слушать. Вот так вот. Окей, дайте я вам объясню, что произошло вчера. Вчера я сделал всю работу, что мне нужно было сделать. Да, ну, я думаю, вы понимаете. И после ужина я такой думаю, окей, сейчас секундочку. После ужина я такой думаю, окей, я сейчас, ну, просто сяду на диван на 10 минуточек, отдохну и вернусь за работу. И я уснул. Это где-то было 9 вечера. Я уснул на диване, проснулся в полночь, сел, поработал где-то до 3. И лег спать. Ну, официально уже. Вот, поэтому, конечно же, этот блог очень резко прервался. Сегодня с утра я тоже встал и поработал. У меня было пару звонков. И там надо было залить парочку контента на фейсбук и всякое такое. И у меня сейчас это... Там был такой забавный комментарий на фейсбуке, да. Моя страница называется English with Venya. То есть понятно, что я преподаватель английского языка. Я преподаю, что значит Inside Out, да, наоборот. То есть Inside Out. И там чувак-носитель языка явно пишет комментарий. Я же ставлю его сюда на экран, вот сбоку меня. Он такой, как вообще кто-то еще не знает, что такое Inside Out? Интернет сошел с ума. Типа все. И, ну, я ему ответил, потому что я посчитал, что мне нужно дать ему знать, что если вдруг он не понял, какая цель у этого контента, то, ну, я ему объяснил. Но, тем не менее, я хотел вам выразить огромную благодарность и сказать, что я очень рад, что вам понравился мой последний Q&A видео. Оно получилось очень длинное, ну, практически как подкаст. Там были комментарии, вот. И я рад, что вам понравилось, потому что мне очень понравилось делать. У меня вот эта вот разговорная чакра открылась. Поэтому я хочу делать что-то такое почаще. Не совсем, может быть, Q&A, но просто садиться и, ну, о чем-то рассуждать или, ну, отвечать, там, может быть, на какой-то более глобальный вопрос или парочку, там, более глобальных вопросов. Не просто, там, как дела, как погода в Лос-Анджелесе, да, а, ну, что-то более такое, раскрывать, раскрывать вопрос и делиться с вами, ну, там, моими наблюдениями, моим жизненным опытом, просто моим мнением, моей позицией о чем-то. Вот, ну, сделать такую какую-то, своего рода новую рубрику на канале. Вот, мне, на самом деле, много чем есть поделиться об этой жизни. Поэтому мне очень интересно, ну, попробовать начать это делать. Поэтому официально я, вот, что хочу вам сказать, вот, официально прямо сейчас я запускаю этот вопрос и, этот вопрос, в смысле, эту рубрику. Вот, и я прошу вас сейчас в комментариях, вот здесь, под этим видео, задавайте вопросы, просите совета, ну, все, что хотите для следующего видео. И, ну, вот это видео вышло, и я, ну, возможно, начну снимать что-то на какой-то, там, на какие-то вопросы в комментариях уже сегодня. Задавайте вот сюда, и давайте начнем, почему бы нет, мне очень понравилось это делать, и мне даже понравилось просто, ну, высказываться и делиться какими-то вещами. Поэтому давайте это сделаем. Весь контент я наперед уже доснял, новые курсы, которые я планировал делать, я сделал почти, почти, там мне осталось просто кое-что расписать для уже готовых уроков. И в плане моего сингла, который выходит 12 января, в принципе, все готово. Даже Dolby Atmos сведение я сделал вчера в час ночи. У меня, знаете, в последнее время такое рвение и желание, ну, что касается вот именно английского языка, я за собой замечаю, что я очень скучаю по реальным, как это, не реальным, а живым, настоящим урокам, прямо лицом к лицу в классе. То есть преподавать в школе и где-то, и я вот иногда себя ловлю на мысли, хоть мне нравится делать онлайн, мне нравится делать курсы, мне нравится снимать контент, но иногда хочется прям, я помню, как я преподавал здесь, в школе английского языка в Лос-Анджелесе, сколько, 6 лет назад, е-мое. И хоть, ну, я уставал, конечно, но это было так круто именно быть лицом к лицу с людьми, и это помогало мне делать мой контент лучше образовательный, потому что я, ну, вот я был прям в поле, я прям видел first hand своими глазами и трогал своими руками, не студентов, нет, их проблемы, их вопросы, их боли какие-то, и, ну, это мне помогало как-то, знаете, остаться в форме, да. Но даже помимо этого это было такое прям, ну, реально очень прикольное чувство, и я по этому чувству, если честно, ну, вот очень-очень скучаю. И, в принципе, я не могу сказать, что у меня на это нет времени. Я как бы могу это устроить легко. Поэтому я сейчас немножко подумаю, но думать тоже сильно много не буду, потому что, ну, я не такой мыслительный парень. Тем более, я недавно общался, кстати, с директором вот этой школы, в которой я работал 6 лет назад здесь, Columbia College. И он со мной делился, говорил, что они, ну, ищут преподавателей на вечерние занятия. И в тот момент я даже как-то про это не подумал, и сейчас я думаю, может, ему позвонить? Но я думаю, я себе до конца дня сегодня дам время подумать и, ну, вот логически прям размыслить, получится у меня это делать или нет. И потом, ну, если что, я ему позвоню. Ну, если честно, мне очень-очень хочется. Я прям соскучился по этому чувству. И если это вечерние занятия, это вообще идеально для меня, потому что вечер это самый мой flexible, мое самое flexible время вообще в целом каждый день за весь день. Они меня периодически просят там подменять, выходить, когда там учителя не могут, но они меня просят сразу с утра. С утра это просто самый least flexible время дня, что у меня вообще может быть. Поэтому есть над чем подумать. Поэтому вот, такие вот у пацана апдейтики и такие вот дела. Поэтому я сейчас поем, буду смотреть Netflix и, ну, Ян вам передает привет. Да? Смотри, я Ленкин парка затащу. Давай. Я еще не распелся. А что там дальше поется? Не знаю. У тебя встроенный AI. Чего? Можешь за эту длинную ноту не беспокоиться, если что мы ее взяли. За ***. Ну, я ее все равно не ебал. Давай. И мы ее взяли второй раз. Я вам пообещал. И, как вы знаете, обещание прилично сдерживать. Поэтому мы сейчас с вами едем в город под названием Glendale. Я так называю его город, потому что это как бы считается отдельный город. Но все равно это Лос-Анджелес. И это не так далеко, как это звучит. Но мы едем сейчас в Glendale. И там есть довольно-таки популярный молл, который называется Glendale Galleria. И прямо через дорогу от него еще один молл. И этот молл, это молл на открытом воздухе, то есть outdoor молл. И он называется The Americana. И там всегда очень красиво наряжают на Рождество. Он чем-то похож на наш Grove. Ну, видимо, тем, что... Ну, не видимо, а тем, что владелец один и тот же. Но в Grove я не хотел ехать, потому что туда ехать дольше. И я буду там завтра. Буду там завтра на голливудском мероприятии. Прямо вот там. В Grove, поэтому не хотелось. Поехали. В английском языке есть такое выражение. Я бы даже не назвал это выражением. Я бы больше назвал это как поговорка. В английском языке есть такая поговорка. To touch grass. Потрогать траву. И значение этой поговорки это... Ну, с травой на самом деле может быть даже не связано. Но я в последнее время столько работаю и столько всего мне нужно делать. И я постоянно безвылазно просто сижу дома у себя в кабинете и что-то делаю. И сегодня мне нужно было, знаете, просто go and touch grass. Просто пойти и расслабить свой разум. Куда-то выйти на улицу, расслабить свой мозг, расслабиться. Как-то, в общем, одна объяснение. Я думаю, вы понимаете. Отвлечься, подышать свежим воздухом. И просто насладиться природой. Не природой, а атмосферой, наверное. Вот, тем более, вы просили тоже, поэтому очень красиво. Сейчас мы подойдем ближе к елке и... Санта-Ворчап. Продолжение следует... Санта-Ворчап. И в этот сезон очень популярны department stores. Такие, как Nordstrom, такие, как Macy's, такие, какие там еще бывают. Я забыл. Но вот один из них, Nordstrom department store. Это магазин, в котором, ну, ну, есть все. И у них тут обычно всегда есть очень полезная секция, прям вот, ну, подарков. То есть это все, типа, популярные подарки, которые люди покупают друг другу. И, ну, они обычно со всякими делами, со всякими скидками. Вот она. Ну, и тут вот эти вот всякие, знаете, типичные наборы всяких там духов и кремов. И вот эти вот, знаете, подарочные всякие наборы. Я, конечно, прогрессивный американский пацан. И, ну, как бы я против этого абсолютно ничего не имею. Но вот это для меня проблема. Кто хочет ароматическую свечку домашнюю с запахом каннабиса, я не понимаю. Как она пахнет вообще? А, ну, ее просто так назвали. Пахнет она не ваканабисом вообще. Приятно, кстати. Но я бы не сказал, что пахнет травой. Потому что, если хотите понюхать траву, идите в Голливуд, по улице пройдитесь просто. Смотрите, Дайсоны. 20% скидка. Хорошо. Ну, я и зашел в другой молл через дорогу. Вот, смотрите, члены спортивные, хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok